Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Правда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Война со снюсами продолжается. Димитровградский коммунист стал фигурантом громкого судебного разбирательства. Уволенные с УАЗа ульяновцы выходят на одиночные пикеты. Почему цены на аптечные маски растут с каждым днем? Был ли в Димитровграде выброс радиоактивного вещества? В Засвияжье планируется открытие нового автомобильного производства. Зачем поднимут уровень Куйбышевского водохранилища? Детям бесплатное питание, многодетным семьям земельные участки. Об этом и многом другом совсем скоро. Война со снюсами продолжается. Общественники выходят на повторные рейды. На этот раз в фокусе внимания нижняя терраса. На ульяновского предпринимателя дважды составлен административный протокол о нарушении закона, запрещающего продавать снюс несовершеннолетним. Наталья Чумаченко с места событий. Окунулись лихие 90-е. Так можно охарактеризовать итоги рейда общественников по продаже снюса несовершеннолетним на нижней террасе. Предприимчивая женщина-продавец после продажи синтетической дряни ребенку отказалась отвечать на вопросы общественных активистов, оправдавшись, что мальчик ей показал паспорт с телефоном. Увидев камеру, женщина наглухо забарикадировалась в торговом ларьке. Я бы вообще, если честно, сносил бы такие ларьки. У нас уже не один случай такой зарегистрирован, где на самом деле детям продают такие. На секунду подснимите, вот дети стоят. Вот просто 4 человека только, 6, вот 7, 8. Для выяснения всех обстоятельств общественники вызвали наряд полиции. Надо сказать, что камера нашей съемочной группы привлекла много внимания взрослых и особенно детей. К месту действия подкатило сразу несколько тонированных машин, а мимо проходящие люди кивали в сторону и говорили, что этот ларек, торгующий всякой дрянью, пора давно закрыть. Детей и подростков, в свою очередь, распирало от любопытства, что случилось и где их потом покажут по телевизору. Причем пара мальчишек похвасталась корреспонденту, что они здесь неоднократно покупали снюс. Людей вокруг торговой точки с каждой минутой становилось все больше. Одним из вновь прибывших оказался адвокат хозяина ларька. Причем, как выяснилось, пару недель назад в этом же киоске активисты проекта «Народный контроль» уже ловили продавца на продажу снюса несовершеннолетним. Со мной заключено соглашение на представление интересов лиц, которые являются владельцами данного киоска. В установленном законном порядке будет проведено административное расследование по данному факту и по результатам данного расследования будут приняты решения, которые будут говорить о виновности либо о невиновности лиц. Отработанная схема была продемонстрирована в действии. Юрист сам вызвался ответить на вопросы журналиста, отвлекая внимание оператора, пока прибывшая оперативная группа за пару минут вскрыла киоск и зашла внутрь для следственных действий. В съемочной группе канала «Управда ТВ» незаконно ограничили доступ в помещение. Потому что обращение нельзя. Почему? Нет, я имею право. Я связываю вас в информации, я имею право пройти, да. Подождите, здесь места некуда проходить. Давайте мы следственные действия сначала проведем, а потом... Я ничего не собираюсь, я не собираюсь дальше проходить. Мне просто, мне нужно просто услышать. Девушка, вы не можете, пожалуйста, мы не можем проводить следственные действия, осмотр места происшествия. Вы мешаете проводить фотосъемку. Я вам не мешаю. Я просто хочу слышать и говорить продавец по этому факту. Вот вы с ней поговорите сейчас. Мы сначала проведем следственные действия. Я представитель средств массовой информации. Вы участвуете в следственных действиях? Я имею право. Вы протоколами осмотра места происшествия указаны? Нет, я вам не мешаю. Я понять не могу. По факту продажа с Ньюса несовершеннолетнему был составлен административный протокол о нарушении соответствующего закона. Также из торговой точки была изъята синтетическая никотиновая продукция, на время выяснения всех обстоятельств. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправ ДТВ. В продолжении темы. Не только в Ульяновске есть проблемные места. Пристальное внимание и к точкам продаж по области. Наш следующий материал о ситуации в Димитровграде. Не знаю, не видел, приобрел не у нас. Так пытался оправдаться продавец, у которого закупил с Ньюс несовершеннолетний. В одной из торговых точек Димитровграда общественные активисты сделали официальную закупку синтетического никотинового вещества. Подростку, не спросив про документ, удостоверяющий личность, продали нужный товар с витрины магазина. После этого молодой человек ушел, но через несколько минут вернулся к продавцу с Ньюса уже в компании своих более старших единомышленников с вопросами. На место сразу же был вызван наряд полиции для составления протокола. Влюстители правопорядка не заставили себя долго ждать и прибыли в оперативном режиме. В итоге нашли не только СНЮС, по словам активистов, но и горы контрафактного табака. В минувшие выходные подобные рейды прошли в Новоульяновске, Чердоклинском и Ульяновском районах. На очереди отдаленные районы Ульяновской области. Новости Улправда ТВ. Как гром среди ясного неба на крупнейшем предприятии региона, Ульяновском автозаводе, кадровый кризис. Уволенные с ОАЗа ульяновцы выходят на одиночные пикеты. В чем сущность нарастающей проблемы, разбирался Павел Половов. Проблема с сокращениями работников Ульяновского автомобильного завода набирает обороты. Социальная напряженность выходит на улицы. В подземном переходе к предприятию уже проходят одиночные пикеты. Поддерживает протестующих региональное отделение партии «Единая Россия». Слухи о массовых сокращениях на Ульяновском автомобильном заводе постепенно перестают быть слухами. Сейчас известно, что уволено уже более 700 рабочих. 700 человек оказались на улице и не могут найти работу. В дело включилось региональное отделение партии «Единая Россия». Людям оказывается юридическая помощь и раздаются вот такие памятки. У проблемы несколько аспектов. И кошмарить автомобильный бизнес никто не собирается. Однако оставлять людей без помощи нельзя, считают депутаты. Мы возмущены этой ситуацией, потому что неоднократно руководство УАЗа заявляло, что массовых сокращений не будет. Но, как мы наблюдаем, это не так. К нам обращаются многие работники бывшие, которые недовольны тем, как с ними расстались, или как с ними рассчитались. Оцениваем ситуацию как критическую на Ульяновском автомобильном заводе. Мы в партии, по нашим данным, более 700 человек за 2019 год по разным программам потеряли свою работу. И сегодня или ищут работу, или нашли ее, но на более плохих условиях. И, к сожалению, по нашим данным, в 2020 году этот процесс по тем или иным программам будет продолжаться. Рассказать о буазовских реалиях готовы многие. Завод, конечно, да, хочу сказать, берут из Питера, приезжают из Елабыги, приезжают своих, мы увольняем, сокращаем. Даже есть у меня те, кто я до сих пор поддерживаю связь, были начальниками смены. Сейчас они просто начальники участка, то есть не дай подай. Всех понизили, сократили, своих засунули. Это не справедливо. Люди рассказывают, что выполняя одну и ту же работу, они получают разную зарплату. Ульяновец 14 тысяч, а иногородний 75. Доверие к руководству у всех уровней это не добавляет. Уважаемые руководители Ульяновского автомобильного завода, пожалуйста, не усугубляйте социальную напряженность и ситуацию среди работников и вашего трудового коллектива. Займитесь реальной работой и взаимодействуя с профсоюзом Ульяновского автомобильного завода. Сделайте все, чтобы варианты компенсации, поддержки, а в лучшем случае не увольнение ни одного работника в год 75-летия Победы на вашем предприятии стало нормой, а не исключением. Бесплатную юридическую помощь можно получить во всех отделениях партии. Кроме того, работает горячая линия 8-84-22-58-00-08. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. А вот еще одна назревающая проблема. На этот раз внимание к аптекам региона. В связи с возросшей эпидемиологической обстановкой в регионе, ульяновцы стали чаще пользоваться масками. Мы решили узнать, хватает ли индивидуальных средств защиты для населения, а самое главное, по какой цене сегодня можно приобрести маски. Аптечные сети ввели ограничения на продажу медицинских масок в одни руки. В результате ажиотажного спроса это происходит практически в каждом регионе, в том числе и в Ульяновской области. К примеру, в аптечной сети ВИТО сейчас на руки покупателю выдается только одна упаковка масок. Девушка, подскажите, по чем они у вас? 45 рублей, 5 штук. 5 штук, да? А сколько у вас их осталось? У нас достаточное количество пришло сегодня. Сегодня пришло, да? То есть можно купить в любом количестве у вас? Ну, упаковка в руки. Упаковка в руки у вас? Потому что большой спрос сейчас. Съемочная группа канала Уллправда ТВ обошла не одну аптеку в разных районах города. В большинстве маски закончились еще пару дней назад. Новую партию уже заказали и ждут со дня на день. А до какого числа их можно было купить? Вот свободно они были? Сегодня закончились. Сегодня закончились. А какая цена у них была? Цену не помню, честно говоря. А уже заказали? По 20 рублей рублей были. Качественно заказали. Когда можно будет у вас еще приобрести маску? Вот товар у нас. Высокий спрос на маски подтверждают и сами жители, которые готовы бегать по всему городу и простаивать в очередях, чтобы запастись масками впрок. По телевизору ажиотаж нагоняют народ, что страшная болезнь пришла, все спасаетесь. Аптеки с этим подняли очень, ну, на много ценных. Здесь вот единственная аптека на Гагарина, где по 5 рублей последние нам достались. А так уже есть аптеки, где продают за 70 рублей 3 штуки. Совершенно другая ситуация складывается в государственных аптеках. Там, по словам провизоров, дешевые маски были и будут, поскольку каждый день пополняется запас. Во всех аптеках Ульянской фармации и в селах, и в самых отдаленных селах с масками проблем нет. У нас, собственно, их и не было. Цена у нас держится одинаковая. Сейчас, наверное, 9 рублей за маску. В общем, перебоев нет. Создано в связи с тем, что такое ажиотаж, на складе Ульянской фармации создан неснижаемый запас. То есть у нас заканчивается, мы заказываем, нам их привозят. Как результат ажиотажа – рост цен на маске. Причем довольно серьезный в зависимости от качества изделия. Разобраться в этой ситуации помогут в управлении ФАС по Ульяновской области, где уже зафиксировано первое соответствующее обращение. Для того, чтобы сделать вывод о том, что, допустим, имеются какие-либо другие нарушения антимонопольного законодательства, нужно провести колоссальную работу. То есть собрать информацию о том, где, как менялись цены, насколько они были обоснованными. Специалисты ФАС обязуются проверить все поступившие к ним обращения. Однако еще раз напоминают населению, что нужно внимательно изучить приобретаемый товар, поскольку колоссально может отличаться цена на маску отечественного и импортного производителя. И задуматься, а так ли нужны маски вообще. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Продолжаем тему здравоохранения. Ежегодно пересадка органов спасает множество людей во всем мире. Сейчас это направление считается одним из самых перспективных в современной медицине. В Ульяновском центре трансплантации органов планируют увеличить количество операций. Центр трансплантации органов и тканей успешно работает в первом корпусе областного центра специализированных видов медицинской помощи. За 2019 год ульяновские хирурги провели 9 операций. Пересадили почки как от родственников, так и от умерших доноров. На данный момент есть перспективы для пересадки печени. Мы выполняем эти операции сами, самостоятельно. Но первая операция здесь выполнена с помощью сотрудников института трансплантации органов. В перспективе у врачей увеличение количества операций. Сейчас листья ожиданий на пересадку почки числятся 33 человека. Все лечение и операция, в том числе обеспечение необходимыми препаратами, бесплатное. По информации руководства больницы, прорабатывается договоренность о выделении денежных средств, чтобы проводить бесплатные диагностики рецепиентов на амбулаторном этапе. Потребность в льготах есть. В регионе 500 человек, кто получает заместительную почечную терапию. Чтобы увеличить количество диагностик, необходимо выделение 450 тысяч в год. Сумму изыщут из регионального бюджета и фонда ОМС. Обсудили вопросы с Сергеем Ивановичем относительно приобретения оборудования в рамках данной программы, в том числе компьютерный томограф, аппаратузия экспертного класса и ЦДУГА рентгенологическая с возможностью интервенции, что позволит нам приблизить данную медицинскую помощь к нашим пациентам. В этом году уже закупили генератор кислорода и наркозный аппарат на 7 миллионов рублей. Планы медицинского учреждения на этом не заканчиваются. На территории Центра специализированных видов медицинской помощи прорабатывают вопрос строительства нового корпуса в рамках государственно-частного партнерства. Впоследствии в новый большой корпус будет переведен Центр трансплантации. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. В начале недели регион всколыхнула новость о якобы нештатной ситуации в научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде, связанной с выбросом радиоактивного вещества. Реальна ли была проблема или это очередной фейк, разбирался наш корреспондент. Напомним, 3 февраля в соцсетях начала появляться информация о ЧП на предприятии. Позже руководство НИАР и Димитровграда слухи опровергли. Дело в том, что в процессе работы с радиоактивным веществом радиом-226 произошло незначительное загрязнение территории института. Оно не вышло за пределы промышленной площадки номер один. На территории промышленной площадки номер один института и на прилегающей территории радиационный фон находится на уровне среднестатистических значений и характерен для нормальной эксплуатации объектов использования атомной энергии. Нормальные показатели радиационного фона показали и ручные дозиметры, с которыми общественники и экологи объехали все районы Димитровграда. Возникшая ситуация не повлияла на работу образовательных учреждений. Многочисленные фейковые сообщения о якобы запрете выхода детей из школ после уроков педагоги опровергают. В нашей школе вчерашний день прошел в штатном режиме. Дети в обе смены занимались все уроки в полном объеме. Никакой паники, ажиотажа не было. 4 февраля в городе также все спокойно. Все учреждения работают в штатном режиме. В Димитровграде, как и по всему региону, объявлен карантин по заболеваемости ОРВИ, поэтому школьники остались дома. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. Зима в этом году выдалась малоснежной. Этот факт заставляет задумываться не только экологов, но и властные структуры. О том, что ждет Куйбышевское водохранилище в этом году, в нашем следующем материале. Глава области выступил с инициативой повышения уровня Куйбышевского водохранилища в период половодия 2020 года не ниже отметки 51 метра по Балтийской системе. Сейчас допустимый максимум составляет 49 метров. Сергей Морозов направил соответствующее письмо в адрес министра природы и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина. Для нас крайне важно в этом году заранее согласовать с Федеральным министерством природных ресурсов и экологии и Федеральным агентством водных ресурсов, при котором создана и действует межведомственная комиссия по регулированию уровней Волжско-Камбского каскада, отметки, которые устроит регион. В прошлом году большая вода ушла с берегов Черемшанского залива. Это привело к сокращению числа мест для нереста рыбы. Экологи называли ситуацию экологической катастрофой и не хотят повторения впредь. Рыбные ресурсы страдают в первую очередь и сейчас все бурно обсуждают необходимость поднятия минимального подпорного уровня до 51 метра. Это действительно важно, поскольку это позволит сохранить основные нерестилища. Но нужно еще помнить один момент, что важен не только сам подпорный уровень, но и динамика сброса. Заседание межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камбского каскада состоится в феврале в Москве, где и будут озвучены все предложения Ульяновского региона. Наталья Чумаченко, Руслан Батталов. Новости Улправда ТВ. К новостям политики. И опять в центре внимания димитровградские депутаты. Спикер Димитровградской городской думы не хочет возвращать в бюджет почти миллион рублей. Речь идет о председателе Александре Ерышеве. Главный представитель КПРФ в городе атомщиков стал фигурантом громкого судебного разбирательства. Напомним, в сентябре 2018 года представитель КПРФ Александр Ерышев баллотировался сразу в несколько представительных органов самоуправления Меликесского района. В ряде населенных пунктов он выиграл политическую гонку, но депутатское кресло не занял ни в одном из них. Предпочел занять списочное место в Димитровградской думе. В итоге в Новой Майне, Новоселках и Лебяжье местному Тику пришлось проводить до выбора на вакантное место депутата. На это потребовалось порядка 915 тысяч рублей. Именно эту сумму и хотят взыскать со спикера думы. В настоящее время на территории Ульяновской области подано в суд 15 дисковых заявлений, фактически являющихся однотипными территориальными избирательными комиссиями, о взыскании с ряда лиц, которые являлись кандидатами на выборах денежных расходов на проведение повторных выборов. С чем это связано? В 2018 году ряд лиц выдвинулся кандидатами в депутаты муниципальных образований, получили несколько депутатских мандатов и одновременно отказались от их получения, оставшись в одном муниципальном образовании. В суд Ерышев явился в сопровождении сотрудницы аппарата думы и товарища по партии еще одного депутата гордумы от КПРФ Марса Хаби Ахмедова. Первое судебное заседание продлилось едва более часа. Видеосъемка в зале была запрещена. За это время суд успел исследовать материалы дела, принять ряд ходатайств от сторон, а также выслушать позиции истца и ответчика. Ерышев заявил, что не согласен возвращать в бюджет деньги, поскольку занял пост председателя думы по указке областного исполкома КПРФ. Да и вообще никто не предупреждал его об ответственности. Но тут же оговорился, что не читал областной закон, поэтому все свои действия соотносил с федеральным законодательством. Следующее заседание назначено на 19 февраля. Наталья Васильева, Кимран Кичимайкин, Анжелика Боровинок. Специально для Уллправда ТВ из Димитровграда. Представлен новый федеральный инспектор по Ульяновской области. Кто им стал и почему остановились именно на этой кандидатуре, расскажет наш корреспондент Егор Титов. На совещании в правительстве полпред представил нового главного федерального инспектора по Ульяновской области. Им стал Юрий Кулик, прежде возглавлявший УВД по Нижегородской области. Юрий Павлович имеет большой и хороший опыт работы в федеральных органах, в федеральных силовых структурах. Вообще большой жизненный опыт. И я думаю, что у него получится. Он быстро и эффективно сможет включиться в эту важную работу. Важная работа инспектора заключается в выполнении послания президента к федеральному собранию. Игорь Комаров обозначил улучшение демографической ситуации и вопрос строительства, в частности решения проблем дольщиков, в числе приоритетных для федерального инспектора. Главной задачей, чем реализация национальных проектов, я для себя и вместе с ним и не вижу на территории Ульяновской области. 50 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. Огромные деньги, которые президент выделил нам для Ульяновской области, 12 миллиардов рублей, которые мы должны не просто израсходить, а эффективно направить на улучшение качества жизни, на создание действительно простоящих высокопроизводительных рабочих мест. Губернатор отметил, что улучшение жизни в области остается одной из важнейших задач. Из-за невысокого уровня жизни ульяновцы уезжают работать в другие регионы. Эту проблему необходимо решать совместными усилиями, отметил Сергей Морозов. Контролировать выполнение национальных проектов в послании президента будет как раз главный федеральный инспектор. Я 38 лет нахожусь в Кузбе, закону и народу. В должности главного федерального инспектора направлений деятельности, конечно, больше. Но, соответственно, закономерно и ответственность выше. Поэтому я, анализируя все это, готов работать в Ульяновской области. Напомним, до октября прошлого года должность главного федерального инспектора по Ульяновской области занимал Сергей Валенков. С своего поста он ушел по собственному желанию. Отставка была принята полпредом президента Игорем Комаровым. Егор Цитов, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ. На прошедшей неделе отметил юбилей 104-й воздушно-десантной дивизии. Три четверти века. Бойцы легендарного подразделения прошли все горячие точки мира. Павел Половов посетил торжественное мероприятие. В Ульяновске отметили 75-летие со дня образования воздушно-десантной дивизии. Юбилей, прославленный 104-й, вышел за рамки территории части. Награждение ветеранов, поздравления от высших чинов армии и губернатора звучали со сцены Дворца Дружбы Народов губернаторский. От души поздравляю всех вас с замечательным юбилеем, прославленной 104-й, квартейской воздушно-десантной ордена Кутузовой дивизии. Позвольте пожелать вам всем не просто успеха, не просто побед, но прежде всего, конечно, счастья, здоровья, любви, благополучия вам, вашим близким и нашей замечательной Родине. В ответном слове заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск поблагодарил губернатора и граждан региона за гостеприимство, оказанное несколько десятков лет назад, когда после развала СССР дивизию перебросили в Ульяновск из Азербайджана. Особую поддержку десантникам Сергей Морозов оказывает и сейчас. Отдельно хотел бы обратиться к губернатору области Сергей Ивановичу. Лично к вам, низким поклонам всего коллектива воздушно-десантных войск за доброе и особое отношение к личному составу 31-й бригады нашей. В настоящее время легендарная 104-я преобразована в 31-ю миротворческую бригаду, но, по словам военных чиновников, совсем скоро бригада вновь станет 104-й дивизией. Праздник стал хорошим поводом в очередной раз подарить внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Всех их, независимо от того, в каких войсках они служили, губернатор поздравил лично. После поздравлений собравшиеся посмотрели документальный фильм о 75-летнем боевом пути 104-й дивизии. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл. Правды ТВ. Полторы сотни новых рабочих мест и достойные зарплаты. В ближайшее время в Засвияжи планируется открытие нового автомобильного производства. Если быть точнее, то существенное расширение имеющейся площадки по производству спецтранспорта. Компания «Автодома», специализирующаяся на выпуске автомобилей специального назначения, планирует построить еще один цех. Компания уже работает 15 лет и успешно себя зарекомендовала на рынке. Практика уже показала, что востребованность по данным машинам есть. Мы регулярно ездим в командировки и уже на дорогах города видим нашу продукцию, различные машины скорой помощи, школьные автобусы, социальные автомобили. Все они востребованы, все они уже на дорогах города используются активно. И востребованность по ним только растет. Особенностью производства станет то, что спецавтомобили будут создаваться на базе машин УАЗ «Профи». Создаваемые производственные мощности позволят выпускать до 3000 единиц транспорта в год. Общий объем капиталовложения составит 300 миллионов рублей. Предприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Хороший. Нет, мне всегда нравилось. Расширение предприятия позволит создать 151 новое рабочее место. Причем 120 человек из них будут трудиться на основном производстве, то есть непосредственно в цехе. Зарплата на производство вполне достойная. Она составляет 49 тысяч рублей. Это предприятие открывается и развивается, открывает новый цех именно в Северском районе, район промышленный. Здесь очень много рабочей силы. Причем рабочая сила, которая имеет опыт работы на других предприятиях, на УАЗе, на механическом заводе, на других больших предприятиях, там металлоконструкция, КПД-1. Те предприятия, которые давно-давно здесь существуют, и поскольку экономика развивается, за ней развивается рынок труда. Губернатор предложил использовать производимые машины, например, для подвоза жителей отдаленных сел к районным больницам. Сейчас эта проблема довольно остро стоит в сельской местности. Автобусы не всегда ходят, а платить за такси накладно. Есть свои виды на машины у депутатов городской думы. У нас есть такой проект, как социальное такси в городе Ульяновске. Конечно, было бы здорово закупить новые автомобили для перевозки наших граждан, которые имеют, просто говоря, наших инвалидов. И в том числе наших детей-инвалидов. В свою очередь, государственная власть планирует развивать не только само предприятие, но и прилегающую промышленную территорию на Московском шоссе. Мы все привыкли видеть красивый промышленный парк Заволжи, там, где у нас в основном иностранные предприятия. И мы часто слышим от рабочих, которые работают на таких вот промышленных площадках, почему мы не в таких условиях. Поэтому мы услышали требования рабочих, работодателей, и постараемся в течение буквально двух-трех лет вот все такие площадки привести в идеальный состояние. В настоящее время собираются предложения от работников за свияжи и ведется инвентаризация дорог и тротуаров, ведущих к промышленному парку. Этим занимается специально созданная рабочая группа. К 1 мая планируется собрать все предложения и представить окончательный проект. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. В Ульяновской области на заводе Вестас выпущена 150-я лопасть. К слову, Вестас – это единственный в стране завод по производству лопастей для ветроэнергетики. Кто поставил автограф на юбилейном экземпляре и какое будущее у данной отрасли, расскажет наш корреспондент. 150-е – юбилейное. Завод по производству лопастей для ветроустановок Вестас появился в регионе в первом квартале прошлого года, но уже вышел на серийное производство. Оно началось именно с выпуска 150-й лопасти. Все технологии освоены. 380 рабочих предприятий могут делать по одной лопасти в сутки. В этом году мы планируем произвести порядка 250 лопастей с дальнейшим увеличением количества. И что касается планов по самому производству, то производство, на котором мы с вами находимся, его достаточно, и оно, собственно говоря, спланировано для целей текущей программы, которая распространяется до 2024 года включительно. В добрый путь лопасти отправили губернатора Сергея Морозова и полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, поставив на ней свои росписи. Служить махина размером 12,5 тонн и длиной 62 метра будет в одном из ветропарков Астраханской области или Калмыкии. Туда ее доставят на земном транспорте и по воде. Проблемы с логистикой на предприятии не возникает. Готовятся выходы на заграничные рынки. Также будет требоваться в рамках участия в конкурсе. Поэтому мы считаем, что данное предприятие создало необходимый задел, и мы готовы как поставлять продукцию на внутренний рынок, так и на внешний рынок. Единственное в России производство компонентов ветрогенераторов создано в рамках специального инвестиционного контракта между компанией Вестас, Министерством промышленности и торговли России и Ульяновской областью. Специнвестконтракт, заключенный на 8 лет, стал первым в отечественном энергомашиностроении. Уникальные компетенции создают в Ульяновске устойчивую основу для программы поддержки возобновляемой энергетики до 2035 года. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. Закон о тишине – один из самых актуальных и вызывающих неоднозначные споры. В Ульяновской области, согласно новому законопроекту о мерах по обеспечению покоя граждан и тишины в регионе, можно будет начинать шуметь не ранее 10 утра, а заканчивать веселье не позже 10 часов вечера. Как к этому относятся ульяновцы, мы узнали у прохожих. Большинство считает, что закон необходим, поскольку только протоколы и штрафы помогут найти управу на соседей, которые любят делать ремонт в квартире на ночь глядя или устраивать гулянку с громкой музыкой, забывая о временных рамках. Хорошо, да, согласен. Я в курсе, я слушаю. Нормально, как положено, по-моему. Вас устраивает? Устраивает, конечно. Скажите, пожалуйста, какой шум вас раздражает больше всего? В настоящий момент? Нет, я имею в виду вообще. Перфоратор, конечно. И вот у нас подряд второй месяц штробят что-то с 8 утра до 8 вечера. Конечно, он не то что раздражает, он мешает уже. Мы пожилые, больные люди. Наверное, положительно все-таки. То, что можно хотя бы поспать подольше будет. Других этот закон мало волнует, потому что на шум соседей они не реагируют и не жалуются. У нас подъезд тихий. У нас все нормально. Да не знаю, вроде у меня спокойные соседи, вроде без разницы как-то было. Даже если шумели бы. Я вообще ни на что не реагирую, всегда у меня положительное все. Я тоже. Нет. А если, например, рано очень начинает шуметь или наоборот всю ночь шумит, как вы как-то можете? У меня крепкий сон. Замечательно. Замечательно. Я считаю, что правильно. Все нормально. У меня все хорошо, все прекрасно. Остальные ульяновцы считают, что нужно брать в расчет и некоторые звуки, источник которых обычная жизнедеятельность человека. К примеру, шумные дети, которые постоянно кричат и бегают по полу в 12 часов ночи, тем самым не давая соседям уснуть. Или же скандальная семья, которая любит выяснять отношения ночью. Есть еще фабрики и предприятия, которые работают круглосуточно и сдают соответствующий гул. Я живу в центре и постоянно услышу гул от заводов, из-за свияжья доносится, помимо соседского шума. А какой шум именно вас раздражает? Ну, ночной, когда скандалит. Ребенок там много. Понятно. Согласно новому законодательству, теперь шуметь можно до 10 вечера. Вы с этим согласны? А раньше до 11 можно было? А, до 10. Да, то есть теперь сократили время. Я стучал им и пол одиннадцатого стучу, он до 11 бегает. Топает прямо, таскает, что-то пол кидает. В общем, кошмар. Распространяется документ в том числе и на организации. За первое нарушение правил соблюдения тишины в Ульяновской области могут оштрафовать обычных граждан от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц суммы выше от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица заплатят от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушить закон повторно, то штраф автоматически увеличивается. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Управда ТВ. В Ульяновске заработает Дом прав и свобод. Об этом было заявлено еще в прошлом году. Учреждение объединит в себе общественную палату, аппарат уполномоченных и многие другие общественные организации. Дом прав и свобод откроется в Ульяновске 1 марта. Таких организаций в России пока только две, в Москве и Воронеже. Уже создана концепция работы организации и найдено помещение. Дом прав и свобод будет находиться по адресу Льва Толстого, 58. Косметический ремонт будет сделан без участия бюджетных денег добровольцами. Дом прав и свобод – это будет областное государственное казенное учреждение, которое будет включать в себя службу, которая будет обеспечивать деятельность общественной палаты, палат справедливости, общественного контроля, частично полномоченных. То есть всех, кто занимается защитой прав человека, мы будем как раз включать в себя, дом будет включать в себя все эти функции. Объединение проводится для удобства граждан. Теперь людям не нужно будет искать профильную организацию по своей проблеме. Все будет располагаться под одной крышей. В Доме прав и свобод предполагается организация видеоконференц-связи для жителей отдаленных поселений, чтобы обеспечить равный доступ к услугам всех категорий граждан. Кроме того, намечено открытие музея уполномоченных в Ульяновской области на цокольном этаже. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Горожан призывают активнее принимать участие в формировании проектов по благоустройству. В этом году в регионе соответствующими программами будет охвачено 100 дворов и 16 общественных пространств. На малоархитектурные формы, детские площадки, асфальт и уличное освещение потратят несколько сотен миллионов рублей. Стало чисто и светло, приятно погулять с детьми на площадке, можно заняться спортивной ходьбой. Так об обновленном сквере строителей на улице 12 сентября отзываются местные жители и гости города, которые не могут нарадоваться всем положительным изменениям. Нам очень здесь нравится, все очень хорошо. И зимой, и летом. Вот были летом, а теперь вот зимой приехали. И детками очень хорошо сейчас детскую площадку обустроили, очень хорошую. Так что все довольны. И бабушки довольны, и внуки довольны. А вы местная жительница сама? Да, местная. В прошлом году в сквере провели большую работу. Заасфальтировали прогулочные и велосипедные дорожки, сделали современное яркое освещение, новые скамейки, а также комплекс спортивных тренажеров, установили современную детскую и баскетбольную площадки. Мы строили его в два этапа, вложили более 25 миллионов рублей. И сегодня мы видим, как ближайшие многоквартирные дома, здесь проживает порядка 15 тысяч жителей в этом микрорайоне. Здесь областная больница, все люди, которые выходят прогуляться и посидеть там в перерыве, они с областной больницы, как и гости, как и больные, тоже ходят в этом парке активно. Глава региона осмотрел реконструированный сквер. Сергей Морозов пообщался с жителями, после чего сделал пару замечаний подрядчикам по поводу озеленения и освещения спортивной площадки. По итогам поездки он провел совещание, где обсудил с участниками новые подходы по формированию комфортной городской среды, а самое главное, обозначил сроки реализации всех задуманных проектов. Нам нужно ускоренным темпами, Александр Яковлевич, сокращать все сроки, которые мы до этого проговаривали, по конкурсам, по торгам, по подготовке, все это надо сокращать, готовиться к большому сезону, благоустроительных работ. В 2019 году на территории Инзы, Сенгелея, Барыша, Димитровграда, Ульяновска и Новоульяновска, Силикатного обновлено 17 общественных пространств, в том числе сделано проектирование парка «Прибрежный» в Новоульяновске и отремонтировано 82 двора. В 2020 году благоустройством дворов будет охвачено 100 дворов и 16 общественных пространств на территории региона. На эти цели будет потрачено свыше 350 миллионов рублей. Все проекты и планы обсудят со старшими по домам, представителями ТОСов, депутатами, чтобы выработать единые решения по комфортной городской среде. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Ульяновская область в числе первых по реализации соцконтрактов. И это отметил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Только за прошлый год в регионе заключено более 700 социальных соглашений и сотни семей получили государственную поддержку. Наш корреспондент побывал в Кузоватском районе в гостях у семьи Васильевых. В 2018 году семья Васильевых из Кузоватского района получила от государства 26 тысяч на приобретение двух телят. Сегодня можно с уверенностью сказать, государственные деньги не пропали даром. Слышали о соцконтракте, поехали в нашу соцзащиту Кузоватого и оформили соцконтракт. Это было в 2018 году. На покупку двух телят. Купили телят. Потом телят мы сдали, то есть продали. Купили двух свиноматок и решили разводить свиноводство. По сравнению с 2018 годом хозяйство сильно выросло. Подворье корова, три бычка, две свиноматки, один боров, два поросенка. Семья получает дополнительный доход от реализации поросят. Глава семьи, механизатор, представитель трудовой династии Васильевых Алексей считает, что подворье на селе нужно, а содержать такую уйму животных нетрудно. Привычно. Как бы, лишь бы начать, а там ничего, нормально. Успеваем вроде бы как и работать, и дома убрать. Все успеваем, все хорошо. Забота о хозяйстве – обязанность Алексея. Наталья следит за домом. Дети пока еще маленькие и не могут помогать по хозяйству. Разве что пригнать летом корову с пастбища, загнать телят с выгула. Детей пока двое. Но это, по уверению Читы, не предел. Считают, что счастье нельзя купить, но заработать можно. Особенно, когда вовремя поддержат государство. Таких семей в районе много. Вообще, работу по заключению государственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты на основе соцконтракта мы проводим с 2015 года. Начинали мы с шести контрактов на сумму 600 рублей. В 2019 году это было уже 46 контрактов на сумму 1,585,000 рублей. Главная цель предоставления соцконтракта – повышение благосостояния населения. И многие люди это уже поняли. Они готовы работать и трудом зарабатывать гармонию и счастье. Соцконтракты появились по инициативе губернатора Сергея Морозова всего 4 года назад. О счастье и стабильности на территории региона они уже значительно добавили. Только за прошлый год было заключено более 700 контрактов. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новость Улл, Правда ТВ. Раздельный сбор мусора. Данный вопрос не раз поднимался в отраслевом министерстве. О важности проблемы многократно говорили местные экологи. Наш следующий материал – 72-й школы, где решили уже сейчас заняться, если можно так выразиться, экологическим практикумом. Пластик, бумага и электроника отдельно. Ученики 72-й школы Нового города теперь сортируют мусор по правилам. Экобоксы по раздельному сбору отходов установили на площадке учреждения. Таким образом, школа стала базой проведения городского экологического марафона «Вместе на чистой планете». Мы хотим детям показать, что все их труды – это действительно труд, который направлен на возможность дать вещам вторую жизнь и спасти нашу планету. Организаторы марафона считают – дети – главные энтузиасты, которые в первую очередь начнут менять свои привычки и выкидывать мусор правильно. А позже их примеру последуют и сами родители. Разделение мусора очень эффективно, поскольку дарит отходам вторую жизнь. Собранные отходы пойдут на переработку. К примеру, использованным батарейкам дадут вторую жизнь. А предприятие «Симбирсквторресурс» обязалось безвозмездно вывозить и утилизировать отходы. На установке контейнеров экологическая акция не закончится. Детей ждут экскурсии на предприятия, занимающиеся переработкой мусора, игры по защите окружающей среды и научно-практическая конференция. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Детям бесплатное питание, многодетным семьям земельные участки. Эти решения были озвучены на встрече председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина с многодетным сообществом Димитровграда. Встречу начали с обсуждения вопроса по питанию школьников из многодетных семей. В конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался. Тогда же губернатор Сергей Морозов поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос. Возникла неоднозначная ситуация, когда депутаты Гордумы, сославшись на правовые нормы, не смогли принять решение по предоставлению питания этой категории. Областное правительство, в свою очередь, взяло обязательство разработать проект нормативно-правового акта и предложить этот опыт администрации города. То есть финансирование данного проекта должно быть осуществлено из муниципального бюджета, и для этого не нужно выделение дополнительных средств из бюджетов других уровней. Вместе с тем региональная власть вновь идет навстречу второму по величине городу Ульяновской области. Но как мы и договаривались, как мы говорили, то, что мы готовы рассмотреть возможность на стартовом этапе муниципалитету помочь, хотя это не является, так скажем, обязательной требованием законодательства. Следующий вопрос, решение которого также давно ждут многодетные Димитровграда, это предоставление земельных участков. Одна из территорий, на которой предполагается выделение 90 участков для многодетных, в ближайшее время должна быть поставлена на кадастровый учет. Просьба администрации Димитровграда к Совету депутатов максимально ускорится в сроках принятия этого решения. То есть, понимаем, 20 февраля у нас уже скоро, и нам желательно, чтобы как максимум в течение недели это решение было принято. Глава города заверил собравшихся, что сроки будут соблюдены, и на ближайшем заседании Думы решение должно быть принято. Таким образом, к 8 марта многодетные получат первые земельные участки. Также в 2020 году планируется выделение еще 70 участков. Что касается переданной территории в 450 гектаров из федерального муниципальную собственность, то в соответствии со всеми необходимыми документальными процедурами, выделение участков многодетным на этой земле намечено на 2021 год. Председатель правительства Александр Смекалин дал поручение на уровне городских региональных ведомств разработать подробную дорожную карту по решению этого вопроса. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Пристальное внимание здоровью каждого в регионе на базе межрайонных центров пациенты смогут получить современную и качественную медпомощь. Подробности у нашего корреспондента. Медицинская помощь должна быть равнодоступной для городских и сельских жителей. Об этом говорили участники заседания комиссии по модернизации объектов социальной сферы. Главное – постепенно уходить от практики нерентабельного расходования бюджетных средств в каждой больнице. По движкам есть у нас мнение населения, там будем решать обратно. Окончательный список утвердим только после того, когда едем, и все, собственно говоря, проговорим. Вот и все. Утверждающий документ у вас будет. А сейчас начинаете работать. Начинаете работать по этим больницам. Для повышения качества медицинской помощи планируется создать на базе районных больниц межрайонные центры по инфекционному профилю неврологическому и гинекологическому. Примером может стать служба родовспоможения. После открытия перинатального центра «Мама» в Ульяновске, которому прикрепили не только городское население, но и сельское, владенческая смертность снизилась почти на 30%. Крупный межрайонный центр уже создается на базе Новоспасской районной больницы. Там разместится первичное сосудистое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи. Да, есть некоторые неудобства у пациентов, что они вынуждены ехать на уровень межрайонных центров. Да, это транспортировка, да, это время. Да, есть вопрос, но качество оказания помощи, а самое главное, сохранение здоровья и прогнозов все-таки пациентов, это самое главное. И то, что делается на самом деле межрайонные центры, это очень правильно и очень здорово. Для оздоровления отрасли в региональном бюджете предусмотрено средства в размере более 1 миллиарда рублей. 500 миллионов направят на закрытие кредиторской задолженности медучреждений. Оставшаяся сумма будет направлена на содержание больниц и закупку лекарств. Оценку эффективного расходования средств с каждой организацией будет отслеживать специальная балансовая комиссия. Создание балансовой комиссии под руководством Алексея Марина Евгеньевна и Убы Екатерина Владимировна, для того, чтобы балансовая комиссия рассматривала динамику кредиторской задолженности, рассматривала причины ее возникновения, объективно подходила к причинам ее возникновения. И мы понимали, или это неправильная организация финансово-экономической деятельности учреждений, или это недостаточно финансирования. Напомним, национальный проект здравоохранения включает в себя 9 целевых показателей. Среди основных – снижение младенческой смертности и трудоспособного населения, обеспечение оптимальной доступности для граждан медицинских организаций, упрощение записи на прием к врачу и другое. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правда. ТВ. К новостям культуры. В Ульяновской области состоялась церемония вручения ежегодной межрегиональной поэтической премии имени Николая Благова. В этот же вечер состоял заседание Совета по продвижению чтения и поддержке книгоиздания в Ульяновской области. Слово Ирине Антоновой. Лучшим поэтам по Волжье вручили премию имени Благова. Награда была учреждена в 2012 году. В 2017 она приобрела статус межрегиональный. Главная цель премии – развить литературное творчество в регионах Приволжского федерального округа и продвигать талантливых поэтов. Премию ежегодно вручает губернатор Сергей Морозов в присутствии всей литературной элиты региона – писателей, поэтов, членов Совета по продвижению чтения. В первую очередь глава региона рассказал о приоритетах работы на предстоящий год. В нашу область вносит почетное звание территории книги и чтения. Это не только признание наших особых заслуг и достижений, но и результат многолетних усилий по продвижению региональной культуры, укреплению культурных традиций, духовных и национальных ценностей. Кроме того, это звание налагает на нас и особую ответственность системно заниматься продвижением чтения и книгоиздания. В этом году в номинации «Земляки Благова» сертификат лауреата в размере 150 тысяч рублей и нагрудный знак губернатор вручил Димитровградскому поэту Александре Беловой за сборник стихотворений «Навсегда мне Россия дана». В номинации «Волжская пристань» отмечен поэт из Перми Анатолий Гребнев за сборник избранных стихотворений и поэм «Сильнее и жизни и смерти». Он также получил сертификат в 150 тысяч рублей. О Благове я давно, но он на слуху один из лучших, можно сказать, деревенщиков, поэтов. У него поэмы там и «Волга» и так далее. Я его очень люблю и ценю. До сих пор иногда возьмешь, перечитываешь «Поклонная гора» у него, за книгу, которую ему дали в государственном премии. Прекрасный поэт. Вообще вот земля очень богатая поэтами и прозаиками. Сертификат лауреата в 100 тысяч рублей в номинации «Верность традиции» вручили поэту из Пензы Екатерине Огаревой. Конечно, для большинства волжских авторов Николая Благов – это большая величина, это могучий поэт. И, конечно, каждый, кто пишет в этом регионе, он испытывает на себе его влияние. Чувствует даже, может быть, какую-то его поэтическую поддержку, вдохновляется его творчеством. Также подвели итоги реализации программы книгоиздания. Так, в 2019 году областными и муниципальными учреждениями культуры было издано 68 книг. Общим тиражом почти 18 тысяч экземпляров. Что хочется отметить? Это, конечно, издание, посвященное 150-летию Владимира Ильича Ленина. Вышел большой красивый альбом «Владимир Ильич Ленин. Документы, не изданные ранее». То есть этот альбом будет интересен всем, потому что там внутри есть те документы, которые раньше никто не видел. Есть совершенно замечательное, уникальное научно-популярное издание Ивана Сивопляса «Симбирское время Ленина». Это про то время, когда здесь жила семья Ульяновых. В 2020 году на программу книгоиздания за счет средств областного бюджета запланировано финансирование в размере 4 миллионов рублей. На эти средства планируется выпустить 10 книг. Среди них – книга памяти, письма, опаленные войной, треугольники судьбы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ. В Ульяновске снимают кино, но на этот раз разговор о короткометражках. В кинолаборатории на базе областного государственного учреждения культуры «Ульяновский кинофонд» прошел премьерный показ ульяновского фильма. В Ульяновске пошел премьерный показ фильма «Должник». В 20-минутном фильме творческого объединения «Ее фильм-продакшн» показано похищение карточного должника местными бандитами. Это социально-криминальная драма, история которой сводится к неожиданному финалу. Для режиссера Михаила Моисеева это первая серьезная работа. На первых порах было очень сложно понять, что конкретно нужно сделать, ведь всем не угодишь. Особенно в нашем проекте у нас так было, что очень много идей было со стороны, со всеми надо было что-то обсуждать, соглашать, были разногласия, но все-таки мы нашли общее решение и продвинулись дальше. Актерский состав небольшой – 12 человек и все ульяновцы, прошедшие кастинг. Есть среди них резиденты киномастерской «Киноквант». Главную роль исполняет Максим Никанов. «Не могу сказать, что тяжело, но и нелегко. Съемочный период длился, знаете, где-то, наверное, недели полторы. Мы снимали этот короткий метр. На мой взгляд, он у нас удался». Интересно, что все актеры согласились работать на чистом энтузиазме, без гонорара. Собственно, и бюджет у фильма как такового нет. Реквизит собрали по знакомым. Оружие, которое появляется в кадре, всего лишь автомат для страйкбола. Съемки проходили на Волжском берегу и в коттедже рядом с ним, который предоставила генеральный продюсер кинопроекта Юлия Алексеева. Сцены в лесу, в заросшей части парка «Дружба народов», а также на подземной парковке одного из торговых центров. К слову сказать, «Должник» – это шестая картина ульяновского творческого объединения «Её фильм-продакшн». За предыдущие годы уже были выпущены сюрреалистические фильмы «Сдвиг и чердак», криминальная драма «Кладоискатель» и драма «Рыбка». Год назад мистический триллер «Чердак» признан лучшим экспериментальным фильмом международного кинофестиваля «Белые ночи». Как вы считаете, ульяновская родина талантов? Почему молодежь покидает родной город? Эти вопросы задают актеры молодежного театра на протяжении всего спектакля. Новый проект называется «Город У. Родина талантов». Тема нового спектакля «Город У. Родина талантов» молодежного театра. Поиск себя, своего места на земле. Выбором, уехать или остаться в родном городе. Самое интересное – спектакль про Ульяновск. В его основе реальные истории людей. И он поставлен в уникальной технике, которая используется уже довольно давно в театре, в мировой практике. А в Ульяновске еще не было такого опыта. Техника называется «Вербатим». Это такой документальный театр. То есть литературной основой постановки является не выдуманная драматургом пьеса, не выдуманные персонажи, а реальные люди. И на основе интервью реальных людей создан спектакль. Идея проекта принадлежит режиссеру Александру Лебедеву, который еще в марте прошлого года предложил поставить необычный спектакль в стиле «Вербатим» на остро актуальную тему. Эта тема, она всегда, ну не знаю, важна и всегда обсуждается. Потому что кто-то точно говорит, надо уезжать, кто-то точно говорит, надо оставаться. И какого-то одного мнения нет. А я как человек вечно сомневающийся, я хочу разобраться в этом вопросе. И, скажем так, решил этот вопрос задать в рамках театральной игры. Состав актеров тоже очень интересный и разноплановый. Роли в спектакле исполняют как начинающие актеры, студенты Ульяновского государственного университета, так и педагоги университета Валентина Осина и Дарья Далматова, актрисы Ульяновского драматического театра. После спектакля любой желающий сможет высказаться на камеру и в дальнейшем даже попробовать стать участником этого спектакля. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. «Всю жизнь меня окружали хорошие люди». Это слова участника Великой Отечественной войны Павла Владимировича Шаталина. Он один из тех, благодаря кому 75 лет назад наша страна одержала Великую Победу над фашистской Германией. С героем и жителем Димитровграда пообщалась Татьяна Елисеева. Павел Владимирович встречает гостей в парадном мундире с орденами. К ветерану приехали представители администрации города и социальной защиты. Участнику Великой Отечественной войны вручают юбилейную медаль победы. Шаталину 95 лет. Павел Владимирович родился в селе Кратково Сенгелеевского района Ульяновской области. На фронт призвался в 1942 году Николой Черемшанским райвоенкоматом Ульяновской области. Куда война началась, мне было 17 лет, 18. Я учился в Рязанове, в совхозтехникум тогда был. Вот я в этом техникуме учился. Закончил я техникум в 1942 году. Нам дали возможность выпускникам доучиться. А то раньше меня кто не учился, их призывали на год раньше, а я еще год не призывал. Потом кончил техникум. И 8 марта 1943 года меня призвали в армию. В годы войны Шаталин был старшим лейтенантом Юго-Западного и 2-го Украинского фронтов. Служил механиком военных самолетов во 2-й авиадивизии 933-го истребительного авиаполка. Награжден он орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью за победу над Германией. Ночью, знаешь, спим, в 12 часов ночи стрельба вокруг пошла. Думаю, кто такой. Вот опять эти нападают фашисты. Там они отдельные отряды разбежались. Они нападали на наши организоны. Да нет, это кончилась война. Ну что, нам такое ликование, конечно, было. Тяжело было. Радостно было. На этом радостные события для Павла Шаталина не закончились. Совсем скоро в Будапеште он встретил свою родную сестру, которой служила зенитчицей. Фотография, сделанная в мае 45-го, хранится у ветерана на видном месте. А я, говорит, замш вышла с военной водой. Вот это родная сестра, вот это я. После войны Шаталин служил в армии еще два года. Затем вернулся в родной край и занялся сельским хозяйством. С особой гордостью ветеран вспоминает годы жизни в селе Старое Сахча. С 1966 по 1980 годы Павел Владимирович руководил колхозом Третьего Интернационала. За эти годы колхоз превратился в передовое хозяйство. Говоря о прожитых годах, Шаталин не устает повторять, что главное – это труд, справедливость и честность в отношении к работе, к людям. Я очень счастливый человек. Всю жизнь мне везло, где бы я, в каких трудных условиях, меня окружали очень хорошие люди. Своим главным богатством Павел Владимирович считает семью. 70 лет Шаталин прожил душа в душу с любимой супругой. Сейчас ее уже нет в этом мире. Но рядом с ветераном – четверо детей, внуки и правнуки. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для Уллправды.ру из Димитровграда. Это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Уллправды.тв. Ежедневные итоги дня выходят по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин